Зарплата инженера не может быть меньше, чем у курьера, и возникающего в этой сфере перекос нужно исправлять. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. По словам чиновника, это явный перекос, который надо исправлять в ближайшее время. Роман Быков выяснял, почему сложилась такая ситуация, как ее можно все-таки исправить. По данным Форбс, курьеров в России стало уже больше, чем врачей. А в среднем их ежемесячная зарплата составляет около 150 тысяч рублей, достигая в столице и 200 тысяч. В среднем за день можно заработать 5-7 тысяч. Среди причин таких доходов – статус этих сотрудников в компаниях, занимающихся доставкой. Они привлекают только, например, самозанятых. И вот тот доход, который называется, он содержит в том числе те налоги, которые будет платить сам этот самозанятый. А налог у самозанятых не больше 6%. Остальное все достается курьеру. Отсюда и получаются такие приличные даже по столичным меркам доходы. Плюс дефицит кадров. А значит, работодатели вынуждены им платить больше. На заводах ситуация другая. Инженер там получает официальную зарплату. А значит, с каждого выплаченного ему рубля хозяин предприятия отчислит государству больше 50 копеек налогов. Плюс на производстве в принципе не может быть уравниловки, как в доставке, где все зависит только от объема привезенных заказов. Когда приходит молодой специалист на предприятие, еще ничего не умеющий, и мы понятия не имеем, что он представляет из себя, то там зарплаты, наверное, будут начинаться от 40. Если это инженер, который уже очень много знает, он специалист, то зарплаты выше 100 и дальше могут идти до 200 тысяч. В результате этого, а также других факторов, и сложился тот самый перекос, о котором заявил Дмитрий Медведев. Люди уходят из сектора реальной экономики, а молодежь не хочет поступать в вузы и колледжи. Исправлять эту ситуацию надо экономическими мерками, считают эксперты. Если мы видим, что идет перекос в сферу торговли, а нам нужно поднимать производство, ну, значит, давайте тех, в чью сторону слишком сильно перекашивается, обложим дополнительными налогами. А тем, которые производят материальные ценности, сделаем послабление, уравновесим, так сказать. Конечно, все это требует от федеральных органов власти дополнительных усилий, работы в ручном режиме. Но для того и нужны Госдума и Кабинет министров, чтобы решать подобные вопросы. В противном случае в колледжах и вузах скоро появится много пустых мест. Ну а зачем получать нормальную профессию, когда куда больше деньги можно зарабатывать, катаясь на самокате с термосумкой за спиной?